Добрый день, дорогие радиослушатели. Программа «Разворот» в Сызрани. Сегодня ее веду я, Елена Костина. Как мы и обещали в сегодняшнем выпуске, общественный деятель, писатель, лидер общероссийской политической партии «Воли» Светлана Михайловна Пиунова. Программа выполнена на основе коммерческого заказа и транслируется в записи. Окончательный фрагмент, который мы представим вашему вниманию сегодня, напоминаем нашим радиослушателям, что запись выпуска будет выложена на сайте эхосызрани.ру и в социальных сетях. Телефон редакции 984646. Звоните нам по окончании трансляции записи, пишите в комментах, нам важно знать ваше мнение. Напоминаем вам также номера телефонов и вопрос голосования. Верите ли вы тому, что говорит Светлана Пиунова? Поддерживаете ли вы ее мнение? Если да, звоните по телефону 916-416. Если вы не согласны с выступавшей, звоните по телефону 916-417. Итак, да, 916-416, нет, 916-417. А мы включаем запись. Разворот в цыгра. Русский дух – это образ сказок или это что-то реально существует? Конечно, реально существующие. Посмотрите, ну давайте недалеко ходить, да? Любая война. Ведь у нас всегда был многонациональный народ, да? Последняя вот война с Гитлером. Ведь и Мусаджалиль, и куча национальных героев, да? То есть все шли в армию. И грузины, и молдаване, и армяне, и украинцы, и белорусы. И защищали одну страну, одинаково героически. И у всех был, кстати, русский дух боевой. Могу сказать почему. Потому что мумию вывезли из Мавзолея, мумию Ленина. А на самом деле, вот, людям нужно как-то очень грамотно объяснить, что Мавзолей – это огромный психогенератор. Огромный, построенный по шумерским традициям, шумерские храмы. А шумерская традиция – это сатанинская культура, которая резала людей как праздник, постоянно, по календарю. И приносила в жертву даже детей. Страшная культура. И, в общем-то, об этом тоже можно найти сведения, да? И вот когда мы говорим, что шумеры-зиккураты строили, называли их престолами сатаны, и наверху вот этот храм с колоннами – это место, где вырывали сердце у человека. И посвящали это Богу. А Бог, кто у них был? Змей, летающий дракон по-русски говоря. Вот вся история, она физическая, да? А у нас это как несуществующее. И когда мы поймем, что действительно сатанинский ритуал жертвоприношений был абсолютно на таких храмах, производился, как построен мавзолей, и что там лежала мумия, то есть голова рыжего мужчины у нас лежит, и там виллом звали и здесь вилл, Владимир Ильич Ненин. И никак не хотят мумию оттуда вывозить, потому что, в принципе, это надругательство. Зачем на мертвого человека смотреть? На надругательство он бы не хотел, и родные просили, дайте нам тело захоронить. И почему нам говорят, что это по православным традициям мумии лежат в Печерской лавре? Так там святые люди. Целый институт для того, чтобы обработать мумию монаха, не содержится химии. Тело не пропитывается. Тело святого человека, это добропорядочного, очень высоко морального, не гниет только потому, что дух то у него был чистый, а не потому, что нужно держать мумию на обозрении всему народу по всем правилам шумерских традиций. Когда вот эта мумия и этот храм подавлял волю, сознание, психику народа всего шумерского, вот ровно по тем же правилам подавляется и в Советском Союзе, и даже после исчезновения Советского Союза в России. Мы смотрим шоу экстрасенсов, да, мы верим, что да, есть что-то супер такое невидимое. Но почему мы не читаем интернет, где все это рассказывано? Я думаю, что вообще человеку надо озадачиться. А вот мы видим, что есть патогенные излучения, есть лечебные излучения, места силы природные, да, либо геопатогенные зоны, и вот кладбище очень геопатогенные зоны, которые разрушают человека, и мазолей очень геопатогенные сооружения, которые разрушают каждого живущего в нашей стране. Почему мы не заботимся о том, чтобы вот магнитная бурь, то мы что-то как-то слушаем прогнозы, а вот эту страшнейшую смертельную магнитную бурю из центра столицы не убираем. То есть вот это проявление безумия, апатии, которое нужно срочно ликвидировать, и как минимум убрать мазолей из центра столицы. Знаешь, что некоторые коммунисты считают, что это сигнольное их святым? Я думаю, да, они просто не понимают того, что я сказала. Они не понимают, не знают ничего ни о сатанизме шумерском, ни о храмах, ни о зекуратах. Они думают, что я плохо отношусь к Ленину. Я думаю, что наоборот. Я в свое время изучала марксизм и ленинизм. Я очень люблю труды Ленина. Я его очень уважаю. И я думаю, что уважением к человеку будет как раз убрать его мумию из всего общего обозрения. Вот это уважение к человеку. У него никто не спрашивал, хотел ли он вот такую судьбу. Может быть, он хотел успокоиться на кладбище где-то. А может быть, даже кремация еще лучше. Есть же урны с прахом в Кремлевской стене. Но почему бы так не сделать? Это же не на другательстве далеко. Потому что кремация, человек должен разложиться в земле. А ведь мумия не будет разлагаться. Даже во Франции, где очень мало земли и почему-то выкапывают покойников, когда кончается срок аренды могилы, обнаружили, что покойники последних десятилетий не гниют. Потому что очень много консервантов пищи, которую они ели. И вот сейчас мумия Ленина, если закопать, она гнить не будет, разлагаться не будет. Поэтому спасет только кремация, чтобы отпустить душу его, которая тоже мучается, я думаю, по всем правилам духовным. В общем, нельзя. Неупокоенного человека не уходит душа в Царствие Небесное. Поэтому коммунисты должны радоваться, что я беспокоюсь о душе Ленина. А действительно не беспокоюсь. Вы хорошим человеком, на мой взгляд. Что мы можем сделать с красной площадью, на которой отсутствует кладбище? Да все то же самое. На самом деле, есть профессор Козырев и Козырев занимались вопросами времени. Законов, по которым функционирует время. И они сказали, что разлагающееся тело, оно выделяет время. То есть, как бы, оно разрушает время. А творческий человек, он, наоборот, поглощает время. Он, ну, как бы, набирает в свою жизнь времени. Понимаете? И получается, что там, где гниют люди, кладбище, там живые люди теряют время своей жизни, теряют здоровье. Потому что это тоже доказано наукой. Есть местный миризм, да, когда руками лечили. Лена, я их лечила руками. Иисус Христос наложением рук. То есть, излучение из рук целебное, да, когда человек добрый. А есть лучи смерти, которые тоже уже открыты. И вот это и есть база для магии черной. Раньше не видели и не понимали этих лучей. А сейчас ученые доказали, что гниющий труп любой, и животного, и человек, и даже растение, да, гниющее, оно излучает любая гниль. Оно излучает геопатогенное, разрушающее жизненную силу человека, да, энергии, биополе разрушающие. И вот любое кладбище надо посещать как можно реже, а лучше всего вообще не посещать, а родных, чтобы действительно, как бы, освободить их от привязки к своему бренному, гниющему телу, душу, да, надо кремировать. И это было всегда в древнерусском народе. В индуизме сейчас кремируют. Тибет тоже сжигает своих покойников. И пепел, да, для них, как бы, пепел, вот то, что осталось от человека, это чисто. А в гниющий труп это не чисто, это все понимают. Черви и все остальное и прочее, да. Зачем душа будет привязана к этому. И вот на этом основана черная магия, могильная, колдосон на могилах. Потому что ученые открыли, да, на могилах энергия смерти, лучи смерти. Представляете, весь центр столицы в лучах смерти. А люди там гуляют, отдыхают, неведая, невежественное существование. Вот это и есть смертельное существование. Поэтому лучше образовываться, а не говорить, что это невозможно, этого нет, это быть не может. Надо углубиться, изучить, понять, и тогда жизнь наша станет совсем другим миром. И мы поймем очень многое, что считаем предрассудком, на что не обращаем внимания. Поймем, насколько важно это в нашей жизни. Вот у нас цари с Петра Первого жили, работали в Петербурге, который на костях построен фактически огромный кладбище. Советский правительство переехало в Москву на кладбище. Что за любовь такая в нашу правительство? Ну это вы у правительства спросите. На самом деле, вот чувствительный человек, он чувствует неудобство на кладбище. Он чувствует и тоску, и вот какое-то вот даже ощущение грязи, наверное, вокруг тебя, да, чего-то очень неприятного. И когда люди это все сами почувствуют, они поймут, что вообще ушедшему человеку, даже близкому, родному, нужна память о нем, да, молитва за него. Добро, а не место, где будет гнить его труп и куда будет постоянно привязана его душа. Любой колдун может взять и закабалить душу, привязав к физическому телу. Фактически так оно и происходит. Да, потому и любят ездить по всем праздникам таксисты, говорят, очень много заказов на кладбище в полночь. Вот, ну понятно, кто туда и зачем ездит. Я думаю, что, ну как-то посерьезнее надо относиться к этой стороне жизни. И может быть даже какое-то образование начальное, да, о биоэнергетике надо давать в школах. Вот почему-то в школах сейчас хотят дать образование, как брать кредиты в банке, правильно. То есть узаконивают расставщичество. Школьник должен знать, как брать кредиты. На самом деле не надо брать кредиты, не надо входить в долги. Надо жить на свои деньги. Но государство дает так мало денег, что более-менее начнешь занимать. А занимать проценты, значит, еще больше в долговую яму. Это же, ну как, я не знаю, отрубать хвост по частям. Если нет денег, и ты взял проценты, тебе же еще больше их не будет. Тебе же отдавать-то больше. Ты еще берешь под проценты, еще больше их не будет. Так Грецию вогнали в долги. То есть это настолько очевидно, что расставщичество нельзя делать элементом экономики. Это не экономика, это грабеж. Это пирамида, которая будет рушиться, рушиться снизу и обогащаться только верхи. Поэтому учат зачем-то брать кредиты, а надо учить не брать кредиты. И банки должны быть не расставщиками, а просто расчетно-кассовыми центрами обслуживания. Ну тогда уважаемая профессия банкера как бы станет менее уважаемой, наверное. А людей надо учить, как устроен мир, законы энергообмена в мире, законы этики, что посеешь, что и пожмешь. Что ты сделал такого, что сейчас у тебя вот такая жизнь. То есть причина-следственная связь. Это самое главное, чему должен обучаться человек с детства. Представьте, вас избрали президентом России. Где бы вы работали, в каком месте? И что бы делали с деньгами? Я считаю, что деньги должны, первое, перейти на беспроцентную систему. Никаких процентов нельзя. Потому что вот эти проценты – это база девальвации и инфляции. Если будет стабильно, вот Индия. Я не знаю, если там кредиты, но там очень бедное население, кредитов, наверное, очень мало берут и практически не берут. Я туда езжу 15 лет, и цены не меняются. Вот в том мире не творится, какие кризисы не идут, в Индии стабильные цены. Очень низкие, но стабильные. То есть там нет понятия, что будут расти цены и что рупия будет меньше, меньше, меньше стоить. Нет. Почему у нас еще под проценты, и все у нас меньше, меньше, меньше стоит бумажка? Вообще она ничего не стоит, потому что почему-то перестали обеспечивать ее золотовалютным фондом или товарами, массой товаров. То есть мы привязаны к доллару. Сколько долларов купил Центробанк, столько он рублей напечатает по курсу тоже, грабительскому. Если в СССР курс доллара и рубля практически был равен 1 рубль, 1,2 доллара, то сейчас примерно 1 к 30. Почему мы беднее, почему мы колония? Почему мы, зависимо от доллара, сколько? Потому что мы вступили в НВФ, у них правила такие международные, удобные для них. А мы им кланяемся, грабьте нас дальше, грабьте нас дальше, качайте наши ресурсы, забирайте наши денежки. Потому что миллионы, миллиарды едут за рубеж наших денег, да, в долларовом переводе эквиваленте. Поэтому я думаю, что мы с вами должны понять, что деньги, они могут быть справедливыми, но если система будет справедливая, мы живем в ростовщическом мире, и ростовщики нами правят. Если никто не знает, что Центробанк это частное лицо, это не банк государства России, и не государство печатает нам деньги, а какой-то дядя, имя которого нам не говорят, понятно по причинам, по каким, он решает, сколько напечатать, ну, исходя из долларов, я так понимаю. И государство не властно над Центробанком. Я когда училась в университете, на юридическом факультете, я не могла понять этот закон. Там чистым русским языком, ну, конечно, с юридическими такими оборотами написано, что государство не властно над Центробанком. И Центробанк не отчитывается ни перед кем. Вы знаете, я не могла понять, а как это так? Это государственные деньги, это государственная политика, как это Центробанк? И там не написано, что он принадлежит частному лицу, кстати, в этом законе. А вот если понять, что да, это частное лицо, и живет оно явно не в России, говорят, что активы лежат в Лондоне, да, то понятно, что нами просто управляют за рубеж. И понятно, что мы просто колония. Интересно, наши ресурсы совершенно не интересен народ. В колонии народ никогда не уважаем. И никогда о народе колониальное правительство не заботится. Поэтому вот просто очевидные моменты устройства экономики, они должны быть известны каждому нашему гражданину. А их, конечно, не печатают и не показывают по телевизору, не объясняют азы, как... Потому что ты должен знать, что у тебя все хорошо, о тебе заботятся, не надо тебе знать, как все устроено. Поэтому деньги сначала, конечно, должны стать беспроцентными, а потом, фактически, человек должен получать столько в эквиваленте той пользы, которую он принес обществу. Сколько он заработал именно, принеся какую пользу обществу он принес. То есть деньги, они имеют риск спекуляции, манипуляции, воровства. А вот пользы, да, как будет измеряться? Наверное, общество должно решить. Я бы вот сделала так. Каждый человек должен иметь какую-то определенную категорию, знаете, как у чиновников первой, второй, третьей. Вот ты можешь жить по этой категории, можешь по этой, можешь по этой. То есть, когда ты работаешь, твои результаты тебе зачитываются, труда, начиная от твоего начальства, уходят, скажем так, в руководство города или района. Есть такой Шри Аурабинда, город солнца в Индии, где вся международная, так сказать, творческая общественность съехалась и строит безденежный мир. Вот они без денег раздают просто вещи, обувь, общине вместе трудятся, и эта община получает свое материальное благо. Вот это близко к тому, да. То есть каждый человек должен иметь право жить по первой категории, а если ты великий, ученый, там, да, и приносишь обществу огромную пользу, по третьей категории. То есть тебе положено то-то, то-то, то-то и то-то. Живи там. Зарабатывай категорию, зарабатывай уровень профессионализма, приноси пользу обществу, и ты будешь повышать свое благосостояние. Но самое главное, чтобы даже самая низкая категория, она не унижала человека обделенностью какой-то. Человек должен быть сытым, обутым, одетым, иметь жилье определенное, не меньше каких-то норм, но не 6 метров, конечно. И тогда не будет вот такой алчности в приобретении материальных благ. Но не будет. Потому что люди будут понимать, что в принципе они равны. И самое главное, это реализация своих способностей, талантов преобразовать мир на благо всем. Агни-йога есть очень интересное учение, философия нового мира, я бы сказала, записанное на Елены Ивановны Рейрих. Там есть такое выражение. Владеть может тот, кто может улучшить. То есть, если ты можешь улучшить, владей. Можешь улучшить город, владей городом. Страну владей страной. Разворот Сызрани Программа «Разворот» продолжается. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, телефон редакции «Эхо Москвы» в Сызрани 98-46-46. Звоните сейчас до выпуска программы новостей и поделитесь своим мнением об услышанном. Согласны ли вы с мнением участника программы? Своё согласие или не согласие можно выразить очень просто. Например, позвонив до 14 часов по телефонам голосования. Если вы согласны, звоните на номер 916-416. Если не согласны, номер 916-417. Напоминаем вам ещё раз номер телефона редакции 98-46-46. И к нам в редакцию поступил звонок. Алло. Алло. Звонок сорвался. Напоминаю ещё раз номер телефона редакции 98-46-46. Вы можете звонить нам до выпуска новостей и сообщить своё мнение, согласие. Может быть, не согласие с мнением услышанного. Так, вот у нас вновь мигает красная лампочка. Алло. Здравствуйте. Я звоню на Ореха Москвы в Сызрани. Своим выступлением, своей деятельностью она погружает людей в агрессивную среду. Каждое её слово пропитано негативом. Вот этого у нас достаточно и без неё. Какую цель она преследует своим выступлением, я не знаю. Если она благую цель преследует, то надо говорить о любви. Потому что любовь – это решение всех проблем. Это ключ к решению всех проблем. Это отсутствие любви везёт к болезням, к возникновению множества, множества проблем. И она, как человек, посещающий, как она говорит, Индию, 15 раз, хотя там 15 лет не пахнет, 15 годами, она должна знать об этом. Что только любовь может решить все проблемы. Она же нам сообщает о чём угодно, вы проследите её речь. Во-первых, как носитель кандидатской диссертации, её речь наполнена словами-паразитами. Я прям запомнила. Оно вообще, в принципе, как бы, как может выражаться вообще человек, который закончил юридический университет, который защитил кандидатскую диссертацию. Я не могу, у меня просто уши вянут, вот слушая её. Вот такое вот у меня мнение. Я считаю, что Светлана Михайловна – это тьма, она несёт тьму. Ну, у меня интуиция развита очень сильно. Я тоже давно иду по духовному пути, я занимаюсь духовными вопросами, и моя интуиция никогда меня не подвозила. Она заставляет людей возвращаться в свою лону. Если кого-то она поймала на крючок, она его уже держит и мёртвой хваткой не отпускает. Она ломится в двери к людям, это мне рассказывали, да, заставляет возвращаться к ней на учёбу. Она обдирает людей за свою учёбу. Духовные знания за деньги не даются. Они даются бесплатно. Если она хочет духовного просвещения для людей, то надо это делать бесплатно, а не за сумасшедшие деньги. Вот опять это вот со слов людей, со слов моих знакомых, хороших друзей, они брать мне не будут. Какие она огромные деньги берёт за свою учёбу. А я знаю, что если человек духовный лидер, он деньги брать за учёбу не будет. Если он хочет духовного просвещения, если он хочет пробудить в человеке его высшее Я, его истинную природу, то это делается бесплатно. Она же в своём выступлении пробуждает в человеке самые низменные импульсы. Это страх, негодование, возмущение, раздражение. Это бросовая энергия. И она, как духовник, должна об этом знать, что у людей надо пробуждать их высшую природу, истинную, светлую, божественную, а не низменные импульсы, которые она культивирует в них, развивает в них и наслаждается, наверное, своей этой деятельностью. Ну вот такое моё мнение. Продолжаем наш выпуск. Спасибо позвонившей радиослушательнице за её мнение. У нас ещё один звонок. Так, у нас ещё один звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да-да-да. Я не слышу нашу радиослушательницу. Алло. Алло. У нас техническая заминка. Алло. Слышите меня? Да, вот сейчас слышно. Да-да-да, радиослушатели слышат теперь. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я согласен с Вашим диктором выступающим. Вы немножко отойдите от радиоприёмника, а то помехи сильно идут. Я согласен с выступлением Вашего диктора, какой беспредел творится. С выступлением Светланы Пеуновой Вы имеете в виду, да? Ну, то, что вот меня удивляет, то, что вот Светланы Пеуновой, я так смотрю, читаю, за ней наблюдаю. Почему они не идут в одном русле с коммунистами? Коммунисты во многом за, а Пеуновой что-то они в одну руку, как говорится, не дуют. Почему? Я поняла Ваш вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Должна заметить нашим радиослушателям, которых интересует эта проблема, либо может быть иная, должна заметить то, что есть предварительная договорённость с лидером партии Вольт Светланой Пеуновой о её приезде в Сызрань и выступлении в прямом эфире в программе «Разворот. Эхо Москвы» в Сызране. И вот тогда Вы сможете задать все вопросы непосредственно главному участнику этого выпуска. Так, к нам в редакцию поступил ещё один звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Сейчас прослушала передачу, мне она показалась очень интересной. Я давно уже наблюдаю за деятельностью Светланы Пеуновой и очень смелые, в принципе, у неё суждения. Но меня удивил вот тот комментарий женщины, который вот сейчас звонил. Так. Я вообще знаю, Светлана Пеуновой была лично у неё на лекциях. И никакого зла, и, как эта женщина выразилась, пропитанной злостью слов, я там вообще не услышала. Дело в том, что Светлана Пеунова, наоборот, призывает именно вести здоровый образ жизни и погружаться именно в положительные эмоции постоянно. То есть в любовь, гармонию, взаимопонимание. Этот метод, который она, в принципе, разработала, на это, в принципе, и направлен. То есть, как найти взаимопонимание с близкими, с детьми, и как наладить отношения на работе. Вот этот вот комментарий женщины мне абсолютно непонятен. Если она никогда не встречалась со Светланой Пеуновой, почему она так о ней резко говорит, выражается, во-первых. И, во-вторых, хотелось бы сказать по поводу того, что эта женщина сказала, что Светлана Пеунова очень много говорит таких вещей, которые погружают человека в страх, в депрессию. Мне это тоже непонятно. Светлана Пеунова, с политической точки зрения, она, наоборот, просвещает людей. То есть, говорить о всех законопроектах, которые сейчас принимаются в Государственной Думе, и о которых население в большинстве своем не знает. Потому что мы, ну, как правило, мы не следим за такой вот деятельностью именно нашей Госдумы. Тот же самый закон о прописке, который сейчас усиленно пытаются принять во втором чтении. Ведь только из уст активистов партии «Воли» я слышала, что они и подписи на пикетах собирают против этого. Именно людям разъясняют это. Если это не говорить людям, каким образом тогда они могут узнать, в какую действительность нас хотят вогнать. Определенные люди, определенные структуры, как говорится. То есть, мне кажется, что позиция Светлана Пеуновой, наоборот, правильно в этом отношении. Если ты знаешь, что творится, беспредел, ты о нем скажи. Если ты в этом разбираешься, в юридической точке, ты об этом скажи, ты не молчи. И вот она об этом говорит, не молчи. Самое то, что главное, она предлагает выход из этого. Она же не говорит, что все плохо, и все, давайте все ложиться и будем умирать. Ни в коем случае. Она предлагает выход, и очень реальный выход, и хороший выход. И она именно призывает к тому, чтобы именно русский, богатырский дух народа проснулся. В любви, чтобы мы все жили-то, а не к тому, чтобы, как вот эта вот женщина выразилась. Меня просто очень задело, если честно. Спасибо за то, что вы высказали свое мнение по поводу услышанного. Спасибо. Уважаемые радиоуслушатели, напоминаем, что мы общаемся с вами в прямом эфире. Телефон редакции 984646. Звоните, нам интересно, важно знать ваше мнение. Напоминаем также номера телефонов для голосования. Если вы согласны с мнением услышанным, звоните на номер 916-416, не согласны, 916-417. У нас еще один звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу сказать по поводу выступления Светланы Пионовой. Можно, конечно, было бы разложить все ее выступление на отдельные высказывания, а можно только о некоторых сказать. Меня, например, удивило то, что шумерская культура – это плохая культура. Если человек знает культуру, он никогда о ней так не скажет. Она, может быть, ему непонятна. Но выхватив вот так некоторые вехи из целой культуры, да, и из контекста вообще, и применив их к своим соображениям, сказать, или вот мне скоро 60 лет, я еще не видел человека, который бы сказал, я люблю труды Ленина. Я уважаю те историки, которых я уважаю. Они, например, говорят, что я читал труды Ленина с комментариями, понимаете, но чтобы любил, и вот так все ее выступление странное по меньшей мере. И потом она почему с нами не захотела поговорить вот лично, а как кукушка сказал куку и закрыл дверь. Я отвечу на ваш вопрос. Спасибо за ваше мнение. Напоминаю еще раз, что сегодняшний выпуск с участием Светланы Пилновой транслировался в записи. Этот выпуск был прислан к нам в редакцию на основе коммерческого заказа. А вот участие в прямом эфире Светланы Пилновой запланировано на ближайшее время. Есть предварительная договоренность о приезде Светланы Пилновой в Сызрань и об ее участии в программе «Эхо Москвы» в Сызране, в программе «Разворот». Мы заранее, естественно, заранее дадим анонс, предупредим, оповестим всех наших радиослушателей об участии Светланы Пилновой в эфире. И тогда вы сможете задавать ваши вопросы. Должна вам сказать, что в соцсетях, на сайте «Эхосызрань.ру», где выкладываются все записи, передач всех наших выпусков, в том числе и передачи с участием Светланы Пилновой, развернулась настоящая дискуссия. Пришло не менее двух сотен отзывов. Так, например, Ольга Алексеенко, Наталья Ревтова и многие другие в публикациях в соцсетях выражают одобрение мнению Светланы Пилновой. Екатерина Ахматова и еще ряд пользователей, наоборот, не согласия. Василий Андрианов написал следующие слова, я вкратце процитирую. «А ведь права госпожа Пилнова, пора похоронить Ленина, да и вообще убрать могильник из центра Москвы. Есть же кладбище, пусть там покоится, а лучше кремировать. Я тоже что-то слышала о лучах смерти, они негативно влияют на здоровье и подавляют волю человека», – написал наш радиослушатель, пользователь сети Василий Андрианов. Одна из радиослушательниц написала следующие слова, и ими я хочу закончить эту дискуссию в эфире. «Сказать можно все, что угодно, судят по делам, а не по словам и красивым речам. Следите за деятельностью партии «Воля» и время нас рассудит». Уважаемые радиослушатели, мы переходим к выпускам новостей. Мы продолжаем наш выпуск, дорогие радиослушатели, и подведем предварительные итоги голосования. Вопрос звучал следующим образом. Выразите свое согласие или не согласие с мнением Светланы Пилуновой. Выразили согласие 91% позвонивших. Против выступило 9%. Напоминаем, что телефоны для голосования будут работать до 14 часов. У вас еще есть время позвонить и выразить свое согласие, либо не согласие с мнением участника программы. А мы продолжаем наш выпуск и поговорим на тему гораздо более мирную. Уважаемые радиослушатели, программа наша подходит к своему завершению. И у меня остается буквально одна минута с небольшим, чтобы подвести итоги голосования по выступлению лидера общероссийской политической партии воли Светланы Михайловны Пилуновой. Вопрос звучал так. Согласны ли вы с мнением выступавшей? 94% проголосовали за поддержку мнения Светланы Пилуновой. 6% проголосовали против ее мнения. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что существует предварительная договоренность о приезде Светланы Пилуновой в Сызрани, ее выступление в эфире «Эхо Москвы» в Сызрани. Выступление пройдет в прямом эфире, и тогда вы сможете все ваши вопросы задать непосредственно руководителю партии воли. А мы прощаемся с вами.